Всем огромный привет! И сегодня я порадую вас очередной кучей товаров, что я получил за последнее время. Будет много интересного, я очень старался для вас, поэтому, пожалуйста, жмите лайк. Это будет самой большой наградой для меня. А также в этом видео стартует крутой конкурс на смарт-браслет от компании Xiaomi, условия чуть позже. И первым делом это блютуз-колонка JBL Charge 4. Оригинал, не паль. Я каждый раз, как только делаю обзор на какую-нибудь колонку, постоянно читаю в комментах. А вот JBL то, а вот JBL все. Короче, у меня складывается ощущение, что колонки этого бренда являются чуть ли не талоном среди похожих продуктов. И поэтому теперь она у меня есть. А появилась данная колонка у меня благодаря каналу Mad Robots. Спасибо ребятам за возможность подержать в руках нашумевший и весьма популярный гаджет. Канал Mad Robots посвящен обзорам на всевозможные гиковские штуки от беспроводных наушников и портфелей для гаджетов до настенных световых смарт-панелей. На канале вы найдете ролики, которые рассказывают про очень интересные и необычные девайсы, что просто голова идет кругом. Ссылка на канал в описании. Переходите, подписывайтесь. Я обещаю, вы не пожалеете. Но давайте вернемся к колонке. Коробка, конечно, красивая. Слов нет. В комплекте, собственно, только сама колонка, в моем случае красного цвета, а также Type-C кабель, фирменный, с двухсторонним USB разъемом, что, конечно, очень удобно. Сама колонка цилиндрической формы с тканевым покрытием, которая, как уверяет производитель, устойчива к истиранию. Сверху расположены прорезиненные кнопки управления. По бокам два пассивных низкочастотных излучателя. Они выполнены из плотной такой резины, которой в китайских колонках я не встречал. Снизу силиконовая площадка, которая позволяет колонке не кататься по поверхности. На тыльной стороне под резиновой заглушкой три разъема. Type-C для подзарядки встроенного аккумулятора, AUX разъем под миниджек и стандартный USB, который позволяет использовать данную колонку как powerbank для подзарядки девайсов, например, смартфона. По характеристикам тут мощность в 30 Вт. Емкость аккумулятора в 7500 мАч, которого хватает до 20 часов воспроизведения музыки. Имеется пылевлагозащита. Колонка может спокойно работать при полном погружении в воду. А также интересной фишкой тут является технология JBL Connect+. Она позволяет создавать стереопару, подключив две колонки к друг другу посредством Bluetooth. Ну и после первого включения должен сказать, что колонка меня немного разочаровала. Я подозреваю, что меня сейчас закидают в комментах помидорами, но блин, колонка за почти 10 тысяч рублей, которая играет в монорежиме и на борту, у которой только один активный динамик. Я даже было поначалу решил, что это брак и один динамик не работает. Полез в интернет и выяснил, что он тут просто один. Из этого колонку, по-хорошему, можно слушать только в одном положении, когда она повернута лицевой стороной к тебе. И все. Нет, если ты на природе и она орет на всю катушку, то на это, конечно, мало обращаешь внимания. Но когда она стоит у тебя на рабочем столе, то то, что у нее только один динамик, это слышно прекрасно. По звуку, конечно, никаких претензий. Все четко, детально. Отлично сбалансированы все частоты. Буду пробовать, тестировать. Пишите в комментариях, стоит ли делать про нее отдельный обзор. Может быть, сравнить ее с какой-то китайской колонкой. Я чуть позже вам про нее расскажу более подробно. А дальше вот такой вот большой пакет, в котором, собственно, два пакета поменьше. Это наушники. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я заморочился вопросом поиска хороших игровых наушников из Китая. Я спрашивал об этом в своей группе в ВК, было много предложений от подписчиков, но пока, скажем так, идеальных для себя я не нашел. Кстати, если знаете на примете, недорогие игровые уши, пишите в комментариях, будем заказывать и пробовать. Итак, в этот раз я решил обратить внимание на бренд Solar. Они давно торгуют на Али и занимаются исключительно наушниками. Я взял парочку вариантов. Первый – это модель KX900. Внешне наушники мне нравятся. Выглядит все достаточно качественно, сборка и материалы хорошие. Оголовье гибкое, амбушюры дермантин, естественно, достаточно мягкие и необычной продолговатой формы. Микрофон на жесткой палке при желании можно выдвинуть или убрать. Сверху мягкая вставка, чтоб на голову не давило. На одном из наушников имеется регулятор громкости и все, больше никаких кнопок или переключателей. Кабель в тканевой оплетке. На конце три коннектора для подключения, под микрофон звук и USB для включения встроенной подсветки на наушниках. Она тут RGB, переливается плавно разными цветами, смотрится прикольно. На голове эти наушники сидят хорошо, по крайней мере на моей. Уши взрослого мужика закрывают полностью, никуда не жмут, не давят. Уши при продолжительной игре не потеют. Шумоизоляция также на высоте. По звуку никаких претензий, он достаточно громкий, четкий. Позиционирование в играх отличное, в шутерах хорошо слышно, откуда доносятся выстрелы. Короче, я мог бы назвать эти наушники идеальным вариантом в бюджетной нише, но есть пару но, которых мне не хватило. Во-первых, нет кнопки принудительного выключения микрофона. Его можно отключить только в игре, в настройках, ну или выдернув провод из системника. И нет кнопки регулировки и отключения подсветки. Она выключается, опять же, только методом выдергивания шнура из USB разъема. Вот, будь здесь две эти кнопочки, и было бы идеально. Хотя, может быть, кому-то это и не особо важно. Вторая модель S11. Это складные полноразмерные Bluetooth наушники. В комплекте сами наушники и два кабеля. Первый это небольшой microUSB для подзарядки встроенного аккумулятора. А второй это AUX кабель для подключения наушников напрямую, если вдруг неожиданно сел аккумулятор, а песенку хочется дослушать. И должен отметить, что тут на проводе имеется встроенная кнопка ответа на звонок и микрофон, который наушники по факту превращает в полноценную гарнитуру. Вот это жирный плюс, потому что подобных наушников у китайцев очень много. И я часто их показываю в своих видосах, но вот чтобы комплектный AUX кабель был с микрофоном, я вижу впервые. Обычно подобные наушники могут работать в качестве гарнитуры только при Bluetooth соединении. И все. А если вы их подключаете проводом, то они становятся просто наушниками. Тут же этот момент предусмотрели и сделали вот такое вот хорошее решение. По качеству изготовления, сборки и звуку тут мало интересного. Все как у всех. Корпус пластиковый, софт-тач напылением. Регуляторы длины металлические, амбушюры, дермантин. На правом динамике расположены кнопки управления. Плей-пауза, переключение треков и регулировка громкости. Чуть ниже индикатор состояния. Микро-USB для подзарядки наушников, AUX вход и небольшое отверстие для работы микрофона. По звуку наушники неплохие. Все частоты сбалансированы, каких-то помех или дребезжаний нет. Задержка по звуку минимальная. Буквально какие-то доли секунды и со временем перестаешь на это дело обращать внимание. Так что в них вполне можно смотреть телевизор, кино и так далее. Блютуз версии 4.2. Поддержки APTX нет. Аккумулятор установлен на 320 мАч, которого хватает на 12-14 часов прослушивания музыки в зависимости от громкости. Время одной полной зарядки составляет 3 часа. В целом годные наушники, цена кстати также, весьма доступная на них. Так что если кто-то ищет себе бюджетный вариант, то можно обратить внимание на эту модель. Следующая посылка и тут игровая мышь. Пришла она в фирменной коробочке, внутри только сама мышка и все. Внешне она напоминает широко известную X7 серию, но вот только стоит она гораздо дешевле. Мышка удобная, не маленькая. В руку ложиться можно сказать идеально, но только в большую мужскую руку, потому что ребенку или женщине она великовата. Единственным минусом, который я в ней заметил, это вес. Она очень легкая. Но вот огромным плюсом является то, что основные кнопки не имеют клика совсем. То есть у продавца есть два варианта на выбор. Там где кнопки имеют стандартный клик и как у меня бесшумный вариант. Это очень удобно, когда ты играешь, например, ночью, чтобы семью не раздражать постоянным клацанием кнопок. Поначалу это, конечно, непривычно, но буквально через день-два привыкаешь. И учтите, что тут бесшумные только две основные кнопки и все. Все остальные дополнительные стандартно клацают. Плюс здесь есть небольшая подсветка, которая переливается, меняет цвета. А также кнопка регулировки чувствительности мышки. Всего доступно пять вариантов. Короче, мышь годная, особенно за те деньги, что она стоит. Наверное, поэтому у нее порядка 20 тысяч заказов и куча положительных отзывов. И давайте дальше будем продолжать игровую тематику. Заказал себе вот такой вот интересный девайс, называется BitBoy. Все в стильной красивой коробке, с характеристиками и прочим. Внутри первым делом microSD адаптер, плюс флешка на 8 гигов. Небольшая инструкция по первому включению, а также коробка с различными проводами и, собственно, сам девайс. Работает он от встроенного аккумулятора и заряжается посредством любого USB разъема. С первого взгляда может показаться, что это обыкновенная портативная консоль. Но это немного не так. Это обновленный эмулятор различных консолей, что существовали ранее. С переработанной прошивкой и одна из фишек этого девайса, это то, что он мультиплатформенный. То есть прошивка данного устройства поддерживает разные платформы. Такие как Dendy, Nintendo, Game Boy, PlayStation и многое другое, малоизвестное широкому кругу пользователей. Тут, кстати, даже эмулятор DOS есть, для полного счастья. В качестве носителя информации и основного загрузочного диска, тут как раз таки и используется microSD карточка. Без нее девайс работать не будет, поэтому при покупке не вздумайте ее форматировать. На нее можно загрузить различные игры и эмуляторы, скачав их из интернета. Благо их там вагон и маленькая тележка на все случаи жизни. Но в принципе на флешке из комплекта изначально есть много различных игрушек. И на первое время их хватит однозначно, чтобы вспомнить молодость. По качеству сборки также особо претензий нет. Корпус пластиковый, кнопки тугие, ход приятный. Снизу расположены два разъема, мини джек для подключения наушников и microUSB для подзарядки аккумулятора. Экран яркий, углы обзора и разрешение хорошее. Единственное непонятно, зачем в комплекте видео-аудиокабель идет. С данной прошивкой видео на телевизор не выводится. Но производитель обещает допилить эту возможность в следующей версии прошивки. И у них, кстати, в Facebook есть группа. Там много чего интересного и, возможно, можно что-то допилить самому на программном уровне и тогда все это дело заработает. Но так глубоко к ней в мозги я еще не лазил. Короче, однозначно рекомендую этот девайс всем ретро-геймерам. Однозначно годная и качественная штуковина, с помощью которой можно играть в любые игрушки 80-90-х годов. При том, то, что я рассказал, это, так сказать, верхушка айсберга. И при наличии определенных знаний, которые, опять же, есть в интернете, а также рук, которые растут из плеч, эту штуковину можно кастомизировать как только вашей душе угодно. Перепрошить, изменить иконки, модифицировать интерфейс под себя, установить кучу различных эмуляторов, всего чего угодно. Ну, а про игры я вообще молчу. Если взять флешку гига на 64, допустим, то их сюда влезет. Тысячи. За всю жизнь не переиграешь. Кстати, сохранялки в определенных эмуляторах также пашут. Все окей. Короче, слов нет, одни слюни рекомендую однозначно. А дальше очередная нано-разработка китайских ученых. Это фитнес-трекер, который, судя по всему, должен вам заменить диагностический центр на колесах и заткнуть Mi Band 3 за пояс. Ведь помимо стандартного считывания пульса организма, этот девайс может показать ваше текущее давление, время и качество сна, сделать вам ЭКГ и научить правильно дышать. В коробочке сам девайс и толстенная такая инструкция, в которой на различных языках, в том числе и на русском, расписаны все возможности данного браслета. Все в картинках подробно и вполне доступно. Кабеля для подзарядки девайса нет, так как он не нужен. Зарядный разъем тут спрятан в одной из половинок ремешка, где именно есть надпись соответствующая. Его нужно снять и воткнуть в любой USB разъем поблизости. Очень сильно меня заинтересовали вот эти металлические датчики, которые, по заверению производителя, отвечают именно за снятие электрокардиограммы хозяина. Надеюсь, что они тут не для красоты. Итак, функционал тут, как и у многих подобных девайсов из Китая, заявлен огромный и даже больше, чем стоило бы. Помимо всего того, что я уже сказал, они поддерживают различные спортивные режимы. А также при наличии подключения к смартфону покажут вам высоту над уровнем моря, давление воздуха и количество ультрафиолета. Ну и стандартный прогноз погоды, куда же без него. Данные эти, конечно, очень важны среднестатистическому пользователю. Естественно, их можно синхронизировать с вашим смартфоном. Для этого на него нужно, как указано в инструкции, установить программу H+. Там будет собираться вся статистика за день, неделю, месяц и так далее. Программа русифицирована и там стандартные, в принципе, настройки. Но она постоянно глючит. По крайней мере, с моим Xiaomi. То есть после установки и подключения смартфона, она работает буквально 1-2 минуты и потом тупо вываливается в ошибку. Более не запускается, пока вы ее опять не снесете и не переустановите. Не знаю, может быть с другим смартфоном такого не будет. Но менять смарт ради часов я точно не собираюсь. Да и никто не будет, как я думаю. Поэтому для работы с часами я установил другую прогу. Она называется H+. И по факту является тем же самым приложением, только немного в урезанном варианте. С часиками, кстати, тоже не все ровно. Я вообще крайне скептически отношусь к подобным мультифункциональным девайсам, которые способны тебе и давление померить, и ЭКГ снять, тупо находясь на руке. И вот тут как в воду глядел. Короче, эти часы умудряются показывать ваш пульс и кровяное давление, даже если вы их не одели на руку. Не знаю, как они это делают, видно магия какая-то. Чтобы получить данные по ЭКГ, необходимо 60 секунд удерживать палец на кнопке контакте в определенном режиме. Точность показаний я проверить, к сожалению, не могу. Но, по крайней мере, тут часы не берут данные из воздуха, это точно. Потому что если нет хорошего контакта с кожей, то на экране выскакивает ошибка замеров и просьба повторить тест. А еще данные часы могут вас научить правильно дышать. Тут есть режим, в котором часы при помощи вибраций и подсказок на экране регулируют ваше дыхание. По идее, данная функция подойдет тем людям, которые начинают заниматься йогой. Ведь там правильное дыхание – это один из главных критериев. Ну и должен отметить, что несмотря на всю ту чушь, что они несут относительно пульса и давления, шаги они считают верно. Тут никаких претензий. Также часы имеют уровень влагопылезащиты IP68. А это значит, что в них можно смело принимать ванну и купаться. Цена на них также приятная. Не скажу, что низкая, но и космическая ее не назовешь. В общем, если вы не сердечник и вам не нужны постоянные данные с пульсом и ЭКГ, то взять можно. Но если у вас смартфон от Xiaomi, то готовьтесь к проблемам с софтом. Продаются они как на Gearbest, так и на Али. Ссылки оставлю и туда, и туда, а то ценник скачет постоянно и периодически, а не то стоят ниже в одном месте, то в другом. Короче, смотрите по ситуации. А вот следующий товар вы не найдете на Али. Вы его не найдете на Gearbest или в каком-то другом китайском интернет-магазине. Та и не в китайском тоже. Тут беспроводное зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки, а также с интеллектуальной системой охлаждения. И это прототип. Да-да, на данный момент этот девайс купить нельзя. Его продажи начнутся только в мае месяце. Но производитель уже сейчас разослал тестовые образцы, чтобы можно было вам про нее рассказать, показать и собственно оставить ссылку, где вы сможете сделать предзаказ на эту необыкновенную штуковину. В коробке первым делом встречаем само зарядное устройство. И должен сразу отметить его необыкновенную форму. В основном подобные устройства выполнены в форме блина с разными вариантами внешней отделки. Тут же девайс внешне напоминает то ли космический корабль, то ли голову Бэтмена, которую катком переехала. Снизу и по бокам расположено большое количество решеток для забора и отвода воздуха, а также небольшие прорезиненные ножки, чтобы оставался небольшой просвет между зарядным и поверхностью, на котором оно установлено. Сверху небольшая вставка из резины, чтобы смартфон не скользил по нему. Дальше в коробке инструкция, в которой из интересного это картинки, как правильно необходимо располагать ваш смарт на панели зарядного устройства. И на самом дне коробки находится микро-USB кабель для подключения и блок питания с поддержкой быстрой зарядки. И должен отметить, что в глаза мне первым делом бросилось несоответствие цветов. Вот не пойму, почему зарядный кабель черный, а блок питания белый? Почему нельзя все сделать в одном цвете? Непонятно. Ну да ладно. Как гласит надпись на корпусе данного устройства, на вход ему нужно подать 9 вольт и 2 ампера. Это как раз один из возможных режимов блока питания. А на выходе возможно получить 5 ватт, 7,5 и даже 10 ватт для смартфонов, которые поддерживают быструю беспроводную зарядку. В верхней части зарядного имеется небольшой светодиод, который если зарядка находится в режиме ожидания, то никак не отсвечивает. Однако стоит только положить сверху на девайс смартфон с поддержкой беспроводной зарядки. Светодиод загорается зеленым цветом, включается вентилятор для принудительного охлаждения внутрянки и начинается процесс зарядки. Заметил кстати, что скорость вращения вентилятора в процессе зарядки меняется. Скорее всего это связано с нагревом устройства и зависит от его температуры. Также на верхней панели имеется небольшая металлическая вставка, которая достаточно сильно охлаждается при работе зарядки, примерно до плюс 5 градусов по Цельсию, и должна за счет своей низкой температуры охлаждать корпус смартфона. Ну и собственно, про принудительное охлаждение, почему все не так просто и зачем оно нужно. Все дело в том, что индукционные катушки, за счет которых собственно и происходит передача энергии на смартфон во время работы, имеют свойство нагреваться, и чем сильнее ток, тем сильнее этот самый нагрев. И бытует мнение, что этот постоянный нагрев, как катушки зарядного, так и катушки смартфона, могут негативно сказываться на продолжительности жизни аккумулятора смарта и на качество его работы. И эту проблему как раз таки взялся решить производитель. В данном устройстве индукционную катушку самого зарядного охлаждает именно встроенный кулер, а за охлаждение корпуса самого смартфона, а значит и катушки вместе с аккумулятором, отвечает как раз таки вот эта металлическая пластина верхней части. Так как она во время работы охлаждается аж до плюс 5 градусов Цельсия, тем самым она понижает общую температуру корпуса и аккумулятора телефона. Но тут, как я понимаю, нужно постоянно соблюдать определенные условия. Во-первых, смартфон нужно заряжать без чехла, иначе эта вставка будет охлаждать чехол смарта, но никак не корпус. А как не думается, что вынимать его из чехла не очень удобно каждый вечер. А во-вторых, необходимо смарт укладывать строго определенным образом. То есть нужно на ощупь определить, где идет максимальный нагрев во время зарядки. И укладывать смарт именно этим участком на данную панель, для достижения максимального результата. Ну и плюс вентилятор, во время работы естественно шумит. Так что на ночь, конечно, такое дело под ухом оставлять то еще удовольствие. Вот как-то так. Но в целом, конечно, ребята двигаются в правильном направлении. И я думаю, что будущее у этой зарядки есть, только конструкция требует проработки, доработки и так далее. Короче, ссылка на это устройство в описании. Кому интересно, можете сходить, почитать, пообщаться с разработчиками, и по желанию сделать на нее предзаказ. А дальше немного автомобильных товаров. Во-первых, это вот камера заднего хода. Я тут обзавелся небольшим корыцем, который называется Nissan AD. Пусть гнилое и с дырами в порогах, но двигатель бодрячком, так что подхоз нужды сойдет. И супруга моя. На ней не чувствуют габариты. Задом ей крайне сложно на ней сдавать. А комплектация в данном автомобиле, естественно, ниже уровня мировой канализации. Тут даже стеклоподъемники на веслах. Не то, что какая-нибудь система парковки. Магнитолу 2.1 тут также не воткнешь. Панель не позволяет. И единственным выходом из ситуации, как мне показалось, является установка дополнительного дисплея и камеры заднего хода. Вот, собственно, ее-то я и заказал. В коробке куча различных соединительных проводов для подключения и питания системы. Далее сама камера с регулировочной площадкой и встроенными светодиодами, которые загораются при движении задним ходом. Небольшой пакет с шурупами для крепления, инструкция и, собственно, сам монитор с небольшим пластиковым козырьком от солнца. С тыльной стороны на мониторе имеются кнопки по настройке, а также при желании его можно немного отрегулировать относительно вертикали, чтобы было удобнее смотреть. Установка занимает буквально пару часов, не торопясь с перерывами на кофе. В принципе, это можно сделать самостоятельно, там нет ничего хитрого, все доступно и понятно. Но я попросил знакомого, так как не очень удобно одновременно устанавливать и снимать на камеру все это дело. И хотел бы обратить внимание на одну деталь, которая вылезла во время установки. Это коннекторы подключения. Они тут выполнены в RCA формате и это вызывает определенные заморочки. Например, изначально мы думали сделать небольшое отверстие в панели и увести провод питания и подключения туда. Но, чтобы это сделать, нужно или резать провод, или ковырять дупло таких размеров, чтобы туда зашли эти коннекторы. А это получается весьма и весьма немало по диаметру. Так что в итоге нам пришлось отказаться от этого варианта и просто завести кабель в стык двух панелей. Но получилось аккуратно. Так что этот момент нужно просто учитывать и все. Кстати, на самой камере точно такие же разъемы. И при протяжке провода в салон, также могут возникнуть сложности в зависимости от марки вашего автомобиля. Нам же пришлось только подрезать немного уплотнительную резинку и все. В остальном везде пролезло. В соединительный же кабель просто прокинули за обшивкой поверху. И все. Собрали, подключили. Красота. По традиции питание камеры взяли с лампочки заднего хода. За счет этого монитор включается только в момент движения задним ходом. В остальное время он выключен. Картинка хорошая, контрастная. Все видно отлично. Монитор оптимального размера. Он не слишком большой, чтобы мешать обзору. Но и не слишком маленький, чтобы нельзя было разглядеть подробности. Короче, идеально. Камера имеет полосы остаточного расстояния, что позволяет более точно ориентироваться в пространстве. Ну и плюс, что мне понравилось, так это то, что камера не искажает расстояние до объекта. А то есть некоторые широкоугольные варианты, так там на глаз хрен поймешь, сколько еще примерно сантиметров до стены. В общем, супруга довольна. Теперь и бампер, и бетонные блоки будут целыми. Следующий товар. И это специальные лампы в поворотнике автомобиля, которые могут работать в двух режимах. Как ДХО и как полноценные поворотники. Опять же взял на Ниссан. Так как тут нет противотуманок, которые можно было бы использовать как ДХО, а лепить на бампер что-то дополнительное я не хочу. В комплекте вы получаете две лампочки, которые имеют две группы светодиодов разного цвета. Белого и желтого. Они расположены на трех гранях по бокам, а также на передней части лампы. За счет этого они светят во все стороны. Чуть ниже на проводах расположены специальные блоки управления, они же обманки. Отвечают за работу ламп, а также за обман системы автомобиля, чтобы ошибка на панели не горела. Принцип работы прост. Эти лампы устанавливаются в передние поворотники автомобиля. На концах тут два провода для подключения. Один двухконтактный, со стандартной фишкой, как на лампочках, которые используются в поворотниках. А второй одиночный, на который нужно подать плюс с бортовой сети автомобиля. И получается, что когда вы просто заводите авто и куда-то едете по своим делам, данные лампы светят белым цветом, полноценно имитируя ДХО. А как только вы включаете тот или иной поворотник, то белый цвет одной из ламп тухнет и начинает моргать желтый, имитируя поворотник. После выключения опять загорается белый. Просто до безобразия. Но при этом данная система позволяет не городить колхоз из светодиодных полосок, лампочек и прочего, что так любят устанавливать в качестве ДХО на автомобиле. Единственное, что если у вас в поворотниках стекла желтого цвета, как в моем случае, то использовать их конечно можно, это правилами не запрещено. Но я все-таки поищу белый, чтобы не вводить в ступор других участников движения. Ну и третий товар на автотему, это вот такое вот прикольное колечко на замок зажигания. Тюнинг типа. Снижает расход бензина, стоимость ОСАГО добавляет 50 коней под капотом, а также защищает от гвоздя, жестла и прочих неприятностей. Крепится на двухсторонний скотч, который наклеен еще продавцом к китайцам. Давайте дальше. Это геймпад. Даже если быть точным, то держатель для смартфона с охлаждением и встроенными триггерами. Предназначен для более удобного пыщ-пыщ на смартфоне. Что-то я в последнее время присел на мобильную версию PUBG и решил взять себе что-то подобное. В комплекте небольшой кабель для подключения и сам геймпад. Все пластиковое, триггеры тоже. Работает хорошо, не заедает, не закусывает. Сзади есть небольшой выдвижной упор для установки держателя на стол. Ну а теперь про минусы. Этот самый упор для установки на стол на тыльной стороне. Херня полная. Он не фиксируется четко в раскрытом положении. Постоянно норовит сложиться обратно и тем самым использовать его. Просто опасно, можно разбить ваш смарт. Дальше. На боковых держателях, которые собственно и держат смарт в геймпаде, нет резиновых уплотнителей. Только пластик, при том пластик с острыми краями и хреновой обработкой. Такие зажимы очень быстро оставят вам приличные царапины на дисплее смартфона и ни одна пленка или каленое стекло тут не помогут 100%. Максимально доступный размер смартфона это 6,2 дюйма. Мой Mi Mix 3 влазит сюда прям впритык и нормально отрегулировать его положение там очень сложно. Потому что опять же нет резиновых проставок и можно поцарапать дисплей. Резинки на триггерах установлены криво, слава богу хоть работают. Также после установки смарта вовнутрь у вас получаются заблокированными все кнопки, в том числе регулировка громкости, а также все доступные разъемы. То есть вы не сможете подключить например наушники или подзарядить смарт во время игры. Ну и апофеозом тут стало то, что встроенный вентилятор работает только при подключенном к нему питании. От любого USB встроенного аккума в данном геймпаде нет. Короче, херня полная, не берите. Я буду искать другой вариант и если вдруг кому есть чего подсказать по этому делу, жду ваше предложение опять же в комментариях. А тут пауэрбанк и в нем нет ничего необычного, кроме приятной цены. Взял знакомым, которые попросили приобрести им недорогой вариант с честными характеристиками. И пауэрбанки от компании Pisen для этого как раз таки подходят. Плюс у них сейчас еще и отправка из Москвы курьером, так что доставка сверхбыстрая. В данном случае взяли на 10 тысяч миллиампер часов. В комплекте сам аккумулятор и короткий микро-USB кабель. Корпус пауэрбанка пластиковый, белый матовый. Отпечатки не собирает, на тыльной стороне указаны полные технические характеристики. Разъемов на аккумуляторе два. Микро-USB для подзарядки аккумулятора и стандартный USB для подзарядки гаджетов от пауэрбанка. Плюс сбоку небольшой светоиндикатор состояния и все. Никаких вам лишних кнопок или дисплеев с остаточным зарядом тут нет. При нагрузке в 2 ампера есть небольшая просадка по вольтажу, но она минимальная и ничего критичного тут нет. А если напряжение поднять до 2,4 ампера, то срабатывает защита от перегрузки и пауэрбанк автоматически отключается. Так что если кому-то нужен недорогой пауэрбанк с быстрой доставкой и честными характеристиками, то ссылка по традиции в описании. Следующую коробочку я прям сильно ждал. Тут милейшее домашнее животное из одного известного фильма. Вернее его уменьшенная копия. Это лицехват из фильма «Чужой». Считается, что лицехват это ранняя стадия развития чужого, которая вылупляется из яйца для заражения жертвы грудоломом. У него 8 подвижных конечностей, а также мускулистый хвост. Приходит он уже упакованный в банку. Она стеклянная желтого цвета. Крышка металлическая, со специальным уплотнителем внутри, чтобы жидкость, которую вы туда зальете, не выливалась. Сделано все качественно. Лицехват достаточно детальный, все прорисовано хорошо. Достать его из банки я, к сожалению, не смог. Мешают клешни, и я просто побоялся его сломать. Пока залил туда воду. Но она оставляет пузырьки воздуха на фигурке. Поэтому в будущем я планирую заменить жидкость на масло или глицерин из аптеки. Думаю, что так будет интереснее. Следующая коробочка и тут весьма популярный нынче на рынке продукт. Это складная бутылка под воду. Пришло все в красивой коробке, такое и на подарок не стыдно. Внутри находится только сама бутылка в сложенном состоянии и все. Ее корпус выполнен из пищевого силикона и имеет форму гармошки, за счет которой размер бутылки можно как увеличивать, так и уменьшать. В зависимости от ваших нужд. Крышка пластиковая, имеет кнопку фиксатор и прозрачный колпачок, который в том числе выполняет функцию пробки, не позволяя жидкости вытекать наружу. Также на тыльной стороне имеется небольшой карабин, с помощью которого можно подвесить бутылку, например, на рюкзак или на пояс. Бутылка мне понравилась. Сделано все качественно и каких-то претензий по сборке или материалам не вызывает. Еще один пакет и тут открытки. Наткнулся я на один интересный магазин и там продается огромное количество разных открыток для поздравления родных, друзей и близких. И открытки эти не простые, они объемные. Мне так понравилось, что я набрал огромную кучу всяких разных. Все они отличного качества, никакого брака нет. Плюс дополнительно к каждой открытке прилагается небольшой конверт, куда можно положить как саму открытку, так и некоторое количество денежных знаков. Ну а дальше пришло некоторое количество мелочевки. Во-первых, это вот такая вот подставка под телефон, ну или планшет. Выполнена она из алюминия, достаточно легкая. Снизу наклеены силиконовые ножки, чтобы она не скользила и не царапала поверхность, на которой установлена. Сверху также имеются силиконовые вставки, чтобы не повредить смартфон. По середине конструкции есть технологический вырез, если вы вдруг захотите подключить кабель для подзарядки гаджета. На столе устойчиво, качество приемлемое. Следующий товар и это кабель USB 3.0. Я часто пользуюсь переносными жесткими дисками и каждый раз нырять под стол для подключения к системнику мне надоело. Решил взять вот такой вот длинный вариант и вывести один его конец сразу на стол, чтобы можно было подключать диски напрямую. Качество хорошее, потерь по скорости я не заметил, так что можно брать. Ну и на сегодня все. А для участия в конкурсе на фитнес-браслет от компании Xiaomi Mi Band 3 необходимо быть подписанным на мой канал, подписаться на канал Matt Robots и поставить лайк данному видео. А также написать, какой из товаров в этом ролике вам понравился больше всего. Итоги подведу через неделю в своей группе в ВК. Также напоминаю, что многие товары после моих распаковок продаются в моей группе в ВК и Инстаграм по ценам ниже китайских. Подписывайтесь на них, чтобы быть в курсе последних новостей. Всем пока и удачных вам покупок! Субтитры сделал DimaTorzok